В правительстве поднимают самые важные и волнующие жители республики вопросы. Одна из острых тем, которая на повестке дня уже не первый месяц, это вакцинация от кори и полиомиелита. Ингушетия в числе регионов, где зафиксированы вспышки полиовируса, из-за чего было объявлено о необходимости провести массовую вакцинацию. Этот процесс проходил в три этапа. Было важно охватить как можно больше людей и тем самым создать иммунный щит. На сегодня провакцинировано около 65 тысяч детей, что составляет почти 89% от плана. Мы достигли какой-то такой прослухи иммунной, что можно говорить о коррективном пункте. Провакцинированных инфекцинах у нас 7383. Также у нас есть такое инфекционное заболевание, как ход. Другой вопрос в повестке – это обеспечение жителей без перебоя. Начало лета. Хуже всего обстоят дела в сельских поселениях Инерки и Пседах. Там на сегодня вопрос решается при помощи подвоза воды. Но из-за аварии на магистральном трубопроводе забор ресурса будет невозможен. Основные причины порыва – ветхие трубы и перебои в электроснабжении. Отметил министр энергетики из ЖКХ региона. В полчаса утра отключилось ГНС. Отключение ГНС главной насосной станции в Сунже произошло из-за того, что было отключено энергоснабжение. Когда включили энергоснабжение, произошел гидравлический разбаланс, так называемый гидравлический удар. У нас произошла авария в районе Троицкой. Большая авария на большом магистральном трубопроводоводе. Просто остатки данные. За август месяц у нас 16 отключений по воде. 16 отключений энергии. 5 минут отключений или 2 часа для водоснабжения – это не имеет никакого значения. Почему? Потому что это разбаланс водовода, давление. И такого не было. Только за этот август месяц такое происходит. Рамзан, все так же ситуация. Короткое замыкание было на территории Чеченской экспедиции. Мы не специальные отключения, никакие отключения. Мы все заявки, текущие и плановые все сняли. Сети, ветки. У вас нет никакой защиты, чтобы короткое, при повторном отключении не погасить ее. То есть у вас пусковой момент очень большой, у вас все насосы работают. При повторном отключении у вас вырубают ваши сети. То есть у нас мы ничего не делаем. Мы максимально стараемся обладать электросамбелы и доступные. Как бы в воде так же не делаем. Вот эта защита, которой вы говорите, что не хватает или что нужно, в этот канал совместно с МИЖКХ надо предоставить, что нужно для защиты, что надо приобрести, какие средства защиты. Мы это посчитали. Понятное дело, что в течение двух-трех месяцев защиту на все насосные, которые более 120-130 насосов не поставишь. Мы это закупаем, потихоньку делаем все. Но опять же я говорю, не было такой статистических данных, Рамзан, что за июль, за июнь, за прошлые года не было столько отключений. Я не говорю, что вы это специально делаете. Я еще раз подчеркиваю, я понимаю, что ветки сети, энергосети и субъектовые, и муниципальные, и ваши сети в ветхом состоянии потихоньку износ увеличивается. Но я прошу просто сделать больше ударения на объекты, где идет энергоснабжение по водоснабжению. Прокомментировал министр ЖКХ и ситуацию с водоснабжением в Плиево. Там установили мини-каптажный колодец, который перекачивает воду в дополнительные резервуары. А после ресурс подается жителям. Плиево на сегодняшний день 80-85% воды подается. Вода сделала, каптажный колодец запущен. И сегодня вопросы практически, помимо улиц, некоторых улиц, где сами люди там намудрили по водоводам, там уменьшение диаметров, то у нас практически вопросы по Плиево сняты. Подготовка к осенней призывной кампании также обсудили на совещании. Военком республики отметил, что работа ведется не на достаточном уровне. Регион занимает не самые выгодные позиции по отношению к другим субъектам. Здесь поэтому хотелось бы обратиться к всем должностным лицам, которые участвуют в отборе, усилить работу в этом направлении, для того, чтобы мы могли завершить достойно отбор граждан и не оказаться, как говорится, на последнем месте. Еще одна важная тема обсуждения – это готовность школ к приему детей. Менее двух недель до начала учебного года. Принять учащихся должны 242 образовательных учреждения. Из них 149 школ, 98 детсадов и 7 СУЗов. Замминистра доложил, что в целом объекты образования готовы к 1 сентября. В 2023 году министерство принимает участие в реализации пяти региональных проектов в рамках национального проекта образования. Все мероприятия, предусмотренные этими региональными проектами, в республике уже проведены. Кассовое исполнение 90% на сегодняшний день. Контрольные точки все достигнуты. С 1 сентября в 74 общеобразовательных организациях республики в рамках проекта «Патриотическое воспитание» будет введена должность советник-директора за счет средств, введенных с федерального бюджета. В 2023 году была продолжена работа и по модернизации школьных систем образования, в рамках которой проводится капитальный ремонт 16 школ региона. Завершение работ запланировано до 25 августа. Мы, согласно графику, до 25 числа закончим все капитальные ремонты. На сегодняшний день три уже заактированы, СД уже закончены, остальные тоже на этой неделе мы закончим. Денежное урожение осталось где-то 270 миллионов. Это кое-какие мелочи были, там корректировка и все. Все идет по плану, там проблем не будет. Единственная у нас проблема с опозданием Моисушевской. Там дети и инвалиды, школа, три корпуса у них было, три отдельно стоящих здания. Первый, второй мы закончили, третий тоже. Первый мы закончим, но есть сомнения. Почему? Потому что мы зашли туда, сколько-то 7 мая, на капремонт. Невозможно было это все убрать. А так, где-то в 5-6 до 10-го закончим, где-то тоже третий корпус. В рамках совещания, помимо обозначенных тем, обсудили готовность к проведению республиканских мероприятий ко дню российского флага и дню солидарности в борьбе с терроризмом. Муслим Ганив, Сулейман Костоев, Новости 24.